Пошли в отказ. Сегодня водители сразу трех пассажирских маршрутов отказались ездить по улице Алма-Атинской. Перевозчики неоднократно обращались в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства с просьбами об изменении схемы движения. Но теперь их терпению пришел конец. Поэтому коммунальщикам волей-неволей пришлось пустить пассажирский транспорт в объезд злополучной улицы. Если бы жители бывшей столицы Казахстана узнали, в каком состоянии находится улица имени их города, то, наверное, ужасно бы обиделись. Улица Алма-Атинской уже стала достопримечательностью со знаком минус областного центра. Именно по ней городские водители проводили автопробег, протестуя против плохих дорог. Трассу пообещали начать делать в этом году, после того, как на ней заменят водопровод. Но водители трех маршрутов решили не ждать начала ремонта. К нам неоднократно обращались предприятия-перевозчики с просьбой изменения схем движения маршрутов 33, 43, 52 маршруты, которые двигаются по улице Алма-Атинской. Но в связи с тем, что в последнее время в связи с поводковой ситуацией и обидным таянием снега, значит, улица Алма-Атинская совершенно пришла в состояние, по которой движение общественного транспорта невозможно. Пассажиры пришли на остановку и удивились. Теперь улица Алма-Атинская оказалась вне зоны доступа общественного транспорта. По этой дороге пешком нельзя пройти. Ходишь кругами, чтобы пройти без этого. А так машина здесь не проедет никакая. Тут надо танк какой-нибудь. Мне вот нужно в больницу отсюда. Я сажусь до восьмерки, потом на двойку и туда еду. На двух автобусах. А теперь не знаю, как буду сейчас смотреть. Может, совсем не поеду. Не поеду тоже нельзя, за лекарством надо. Теперь городские коммунальщики заявили о новой схеме проезда маршрутов 33, 43 и 52. Они будут ходить, если со стороны города, то по улицу Гагарина, затем налево на Космическую и затем право по Джамбульской и так далее по своей трассе. Мы понимаем то, что у нас в том районе находится онкобольница, родильный дом и у нас пассажиры останутся без обслуживания. Мы просим наших пассажиров отнестись с пониманием к этому вопросу. Это временно. Сейчас там усиленно работает у нас дорожно-инспекционное предприятие. Возобновление старой схемы движения станет возможно только после завершения дорожных работ. Роман Копняев, Айбула, Джигапар Александр Грабарев, ТДК-42.